Эти кадры уже история. Апрель 2014 года на комбинате «Запорожсталь» идёт капитальный ремонт доминой печи номер 4. Инвестиции более 600 миллионов гривен. Строятся аспирационные установки литейного двора и подбункерного помещения. Ход ремонта на постоянном контроле руководства предприятия. Генеральный директор «Запорожсталь» Ростислав Шурма показывает Валерию Баранову на тот момент главе области строительную площадку. Чуть позади человек, который руководит проектом – начальник производственного отдела управления капитального строительства Андрей Жук. Сегодня он был назначен на должность главного инженера «Запорожстали». Андрей Виталий Жук весь свой трудовой путь прошёл на комбинате «Запорожсталь», проработав более 20 лет. Несмотря на такой большой опыт, он достаточно молодой руководитель, ему всего лишь 44 года. Начинал он с обычного рабочего, со слесареремонтника, при том, что имел высшее образование и закончил Запорожский национально-технический университет. Прошёл полный карьерный путь мастера, старшего мастера, замначальника цеха. В должности начальника производственного отдела управления капитального строительства Андрей Жук руководил реализацией двух самых масштабных на тот момент инвестиционных проектов – реконструкция доменной печи номер 4 и первая гломашины. Андрей Жук – действительно хороший технический специалист, инноватор, хороший руководитель, человек – дело, который любой проект, который он берёт, всегда доводит до конца. Я уверен, что он достойно сменит Владимира Викторовича Буряка на должности главного инженера. Приказ о назначении был подписан утром, а спустя несколько часов Андрей Жук уже на производстве. Первым делом приезжает на четвёртую домну. Пока самый крупный проект в его трудовой практике. Вспоминает о всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться и которые специалисты комбината успешно преодолели. Один из основных вопросов – это то, что нужно было не остановить существующее действующее производство. Вы же сами видите, что у нас здесь спёртое пространство, очень мало места. И нужно было ещё разнесить какую-то грузоподъёмную технику. В том месте, где мы сейчас с вами стоим, в этом месте находилось три крана. С сегодняшнего дня задачи, стоящие перед новым главным инженером, гораздо масштабнее. Ему необходимо досконально вникнуть в работу всех цехов и производственных участков. Андрей Жук будет отвечать за техническую политику и эффективную работу оборудования предприятия, его ремонты и обслуживания, работу энергосистем и коммуникаций комбината. В подчинение главного инженера входят ремонтно-механические и энергетические цеха комбината, в которых работает порядка четырёх тысяч специалистов и рабочих. Первоочередные шаги на должности главного инженера Андрей Жук для себя уже определил. Экономия и энергосбережение. Я определил эти задачи. Это, в общем-то, подхватить ту работу, которую начал Владимир Викторович ещё некоторое время назад. Готовились, знали, повторюсь, что, в общем-то, такое с рынком металла может произойти. Поэтому в вопросах себестоимости продукции, в частности, энергоэффективности, начали работать ещё заранее, ещё, в общем-то, давно. Продолжить эту работу и, соответственно, снижать, одна из основных задач, снижать затраты на ремонты. Павел Васильев, Андрей Снесаренко, ТВ5.